Всем привет, друзья! Сегодня мы вместе с вами приготовим заготовку на зиму из овощей и зелени. Прекрасное дополнение к первым и вторым блюдам. Просто, быстро и очень вкусно! Сегодня с вами Елена на канале Найди свой рецепт. Друзья, мы вместе с вами приготовим овощную заправку на зиму. К любым супам, вторым блюдам, ее просто можно положить на хлеб и кушать. Эта заправка будет ароматная за счет большого количества пряных трав. Здесь у нас сельдерей, укроп, петрушка. Зелень мы должны как следует промыть и избавить ее от жестких стеблей, желтых веточек, чтобы вот она у нас была идеальной. Морковь можем мелко-мелко соломкой нарезать на досточки. Но так как у нас есть досточка для корейской моркови, мы сократим время. Для нашего рецепта нам понадобится всего лишь 100 грамм моркови. Я ее натираю на корейской терке. Если вы натираете слишком длинную соломку, то ее можно порубить вот напополам. В нашем рецепте соломка не должна быть длинной. Ну, я вот просто от руки так быстренько ее, где она такая длинноватая, я ее порезала и она у нас вот такая сыпучая и тоненькая-тоненькая соломка. Перец мы точно так же очень тонко нарезаем в соломку. Перец придаст, конечно же, нашей заправке приятный аромат. Если у вас своя дача, свой огород, вы не знаете, куда вот в таких небольших количествах потратить свои овощи, зелень, которая наросла большими пучками, конечно же, сделайте обязательно заправку. Зимой выложите эту заправочку в супчик, во второе блюдо, и они просто будут пахнуть летом. Я же продолжаю наш рецепт. Для нашего рецепта мы берем 100 граммов болгарского перца. Перец точно так же, как и морковь, мы порезали соломкой. И я его уменьшаю в размере, чтобы он у нас не был длинной соломкой, чтобы соломка у нас была небольшой. Выкладываю в общую миску. И, внимание, сегодня мы искали корень петрушки, корень сельдерея, стебли сельдерея. Вот такие вот стебли мы нашли. Ароматные, просто блаженство. Какой все-таки великолепный аромат у сельдерея. Советую добавить в этот рецепт корень петрушки, сельдерея. Обязательно. Не в больших количествах. Я соломкой нарезаю стебель сельдерея. Если есть корень, то будет просто отлично. Еще раз скажу. Мы порезали стебель сельдерея. Но если у вас есть корень петрушки, сельдерея, кладите, пожалуйста, по нашему рецепту 100 граммов. Я выкладываю в общую миску. И сейчас мы должны с вами очень мелко нарезать зелень. Зелень должна быть без жестких веточек. Это должны быть одни листья. Избавляемся от жестких веточек. И мелко-мелко нарезаю. Так мелко. Вот придерживаю рукой запястье. И со всех сторон как бы обрезаю вот по миллиметрику. Так мелко у нас должна быть нарезана зелень. Безусловно, заправка наша будет очень ароматная. И самую важную роль в ней играет зелень. Поэтому обратите на это внимание. Ее должно быть по рецепту 240 граммов. Выкладываю все в общую миску. Зелень, когда мы вымыли, мы должны обязательно ее хорошенько стряхнуть. Вот таким способом, чтобы на ней не было воды. Как видите, она практически сухая. Очень хорошо вот таким методом избавить зелень от воды. Я мелко нарезаю укроп. Большое количество мы кладем в нашу заправку зелени. Здесь у нас и укроп, и сельдерей. И большой вот такой пучок петрушки. Безусловно, заправка будет очень ароматной. Я нарезаю петрушку. Точно так же очень-очень мелко. В нашу заправку идут томаты. Безусловно, их можно взять любые. Самое главное, чтобы они не были порченные. Для нашего рецепта понадобится полкилограмма томатов. Томаты мы должны нарезать средним размером. Так, чтобы они у нас хорошо смотрелись в супчике. Если вы там будете готовить гречку, например, и хотите такую овощную заправку сделать гречки, конечно, чтобы у нас томаты такими большими кусками не были. Я нарезаю кубики примерно 2 на 3, 2 на 2 сантиметра, небольшие. Взяла те томаты, которые уже как бы подспели, которые вот уже немножечко подвяли. Их можно использовать в заправку запросто. Чтобы наши овощи и зелень не были слишком объемные, я немного помну рукой. Ну, для удобства выкладывание в банку. Чтобы вот не таким объемом было, а уменьшилось. Ой, аромат идет не передать. Обожаю зелень. Ешьте зелень, очень полезная для сердца. Сельдерей, петрушка, кладезь витаминов великая. Поэтому всем-всем советую. На дно банки я выкладываю слоями зелень, морковь. Здесь у нас вот эти все овощи, которые мы с вами подготовили. Все тщательно перемешано. Выложила слой. Обязательно придавливаю как следует ложкой. Плотно достаточно. Следующий слой я выкладываю томатов. Также немножко уплотняю. Опять выкладываю зелень. Стараемся прям, чтобы вот уплотнить нам как можно лучше, чтобы побольше вошло. Опять выкладываю слой томатов. Придавливаю ложечкой как следует. Прям не стесняйтесь, нажимайте, чтобы у нас все здесь было плотненько. И выкладываю опять слой зелени. Вот таким способом у нас с вами получилось. Готовлю следующую баночку. Вот какая красота. Как же мы с вами зимой покушаем такой аромат и вкуснотищу. Мы разложили заправку по банкам. Я хочу вам сказать такое пожелание, чтобы сверху были томаты. При стерилизации зелень может немножко выскакивать из банки. Поэтому желательно, чтобы томаты были сверху. Немножко заправки у нас осталось. Буквально 2 столовых ложки. Она ароматная. Очень вкусная. Я ее добавлю. Завтра буду готовить овощную рагу. Я добавлю, чтобы мне больше голову никак не забивать. Никакой зеленью просто возьму и добавлю. Кстати, в овощную рагу тоже подойдет. Если вы зимой готовите овощную рагу, будет великолепно. Мы же с вами готовим маринад на 1 витр кипятка. Мы добавляем 80 граммов поваренной соли. Соль у нас должна быть обязательно для засолки. Никакой не иодированной. 80 граммов это будет 2 столовых ложки с горкой. В 1 столовой ложке содержится без горки 30 граммов поваренной соли. Поэтому возьмите вооружение, если нет весов. Я вам даю такую информацию. Также нам понадобится 2 чайных ложки или 10 граммов лимонной кислоты. Лимонную кислоту меряем чайной ложкой без горки. Я сейчас проверяю, чтобы у нас никакой лишней кислоты с вами не было. Раз, два. Все перемешиваем, весь наш маринад. Ставим на плиту. Нам нужно просто, чтобы он закипел и растворилась соль и лимонная кислота. Это дело 2-3 минут. Вот в таком кипятке практически я уже размешала все ложкой. Но по технологии мы обязательно должны с вами прокипятить. Горячим маринадом мы заливаем нашу заправочку. Аккуратненько, потихоньку, никуда не торопимся. Мы набили банки, поэтому травка достаточно плотно у нас находится в банке. Поэтому я небольшими частями потихоньку буду добавлять маринад. Вот так вот поджидаю, чтобы он у нас проходил до самого дна. Накрываем наши баночки стерильными крышками. Небольшое количество маринада я обязательно оставлю. Он у нас остался здесь хорошее количество. Поэтому если при стерилизации у нас немножко вода, вот здесь вот пузырьки будут выходить, конечно, я буду добавлять. Так думаю, что не слишком много придется добавлять. Примерно по 2-3 столовых ложки. Я не закручиваю крышку. Так, этой банке, наверное, нужно помочь немножко. Я ей помогу вот таким вот способом. И берем кастрюлю для стерилизации. Она должна быть большой, такой, чтобы наши банки там стояли. И было достаточное количество воды, чтобы по рубчик вода закрывала. На дно кастрюльки я обязательно кладу тряпочку, чтобы наши баночки не лопнули. Соблюдаем технику безопасности с горячим. Я же обязательно добавляю водичку. Она должна быть по рубчику, ни в коем случае не меньше, чтобы у нас стерилизация прошла удачно. Воду добавляю теплую. Вот у нас баночки залиты маринадом горячим. И здесь у нас водичка тоже будет теплая. Процесс пойдет быстрее. Думаю, что достаточно. Доводим до кипения. И в процессе варки наши банки должны стерилизоваться 30 минут пол-литровые и 40 минут литровые. Пожалуйста, обратите на стерилизацию внимание. Вода для стерилизации у нас закипела. Я понижаю температуру варки на одно деление и засекаю ровно 30 минут. Баночки наши горячие я выложила из кастрюли. Как мы видим, у нас здесь все под самую завязочку, никакого воздуха нет. Я плотно-плотно закрываю крышку. Как могу уплотняю. Посмотрите, какой цвет красивый, великолепный. В процессе приготовления мне пришлось совсем немного добавить маринада. Ложки по 2-3. Поэтому маринад не выливайте. Он может вам пригодиться. Тоже самое баночку я плотно-плотно закрываю. Переворачиваю вверх ногами. И в таком виде, в теплом месте, под пледом, шерстяным одеялом, мы обязательно остужаем нашу заправку. Вот так вот мы будем кушать зимой. Красиво, ароматно. А самое главное, очень полезно и витаминно. Призываю всех готовить вместе с нами по нашим рецептам. Вкусно, просто и очень быстро. Я желаю вам таких же заготовок. Подписаться на наш великолепный канал. Найди свой рецепт. Не забывайте, пишите комментарии. С удовольствием на них отвечаю. До новых встреч, друзья. До свидания.